Прощаемся с зимой. 10 марта заканчивается масленичная неделя. На широкий разгуляй для владимирцев приготовили массу сюрпризов. Жители и гости города смогут отведать блинов на любой вкус, поучаствовать в масленичных забавах и даже выбрать самую красивую девушку зимы. Где в этом году можно весело проводить зиму, расскажет директор парка Загородная Светлана Мартыненко. Сегодня она гость студии нашего канала. Светлана Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, на каких площадках в этом году будем праздновать Масленицу? Не случайно праздник Масленицу уже вышел с территории Парковых, потому что в этом году добавились новые масленичные праздничные площадки на Соборной площади, на Площади Победы. И вы знаете, я действительно в этом случае поддерживаю решение главы нашего города Андрея Станиславовича Шохина, что Масленица, она должна греметь повсюду. Вы знаете, действительно география Масленицы расширяется в нашем городе. И вот какие площадки точно будут работать 10-го. Это все парки 4. Добросельский, парк 850-летия, парк Дружба, загородный парк, две площади городских. Это Площадь Победы и Соборная площадь. В Юревце, в Энергетике, в Оргтруде тоже будут Масленицы. Так что я думаю, у владимирцев, у жителей есть возможность выбора, куда можно пойти и где отдохнуть. Каждая площадка в этом году, она эксклюзивна по-своему в каждом парке. Вот если мы начали говорить про эксклюзив, чем будут отличаться площадки друг от друга? Соборная площадь – это большая спортивная программа, которая будет интересна для наших зрителей. И основное – это, конечно, ярмарка, где можно вкусно, сытно покушать, что-то себе прикупить. А Площадь Победы, она тоже в этом году очень эксклюзивна, потому что там будет проходить конкурс масленичных кукол. Участвует практически весь город, и это действительно будет очень интересно. На Масленицу горожане у нас успевают посетить где-то от двух до трех площадок, поэтому на выбор могут прийти и отдохнуть, где они захотят. Если говорить о парке Загородной, в этом году какая тематика, что будет интересного, какой эксклюзив ждет? В нашем понимании, в парке Загородной там действительно очень много развлечений, и к нам с удовольствием идут. Единственный момент, который некоторых, может быть, пугает, что к нам добраться очень сложно. Но я хочу заверить всех, парковка на стадионе у нас расчищена, места очень много, поэтому приходите, приезжайте, не бойтесь, места всем хватит. Ну, что касается нашей Масленицы, очень много игровых элементов. У нас объявлен чемпионат по дойке коровы, у нас объявлен чемпионат по перетягиванию сосисок, у нас очень интересная игровая, большая игральня, как ее назвали наши режиссеры. То есть там очень много будет конкурсов. В этом году у нас запланировано такое состязание, как мы его назвали, взять быка за рога. Очень интересное зрелище, не только поучаствовать, но и просто посмотреть и посмеяться за тем, как люди пытаются держаться на этом быке. Очень много интересного будет, поэтому и вкусные, и мастер-классы. Ну, вы знаете, очень много всего необычного, поэтому забегаю вперед, хочу пригласить всех, чтобы приходили. И я думаю, что это будет очень интересно. Я слышала, даже конкурс красоты на базе вашего парка будет проводиться. У нас заявлены участницы, и они с удовольствием примут участие. Они готовят костюмы, они готовят какой-то творческий подарок, ну и, конечно, какую-то прическу. Поэтому у нас этот конкурс проходит уже в четвертый раз, и всегда очень интересно понаблюдать за нашими красавицами. Когда у нас начинаются масленичные гуляния, я имею в виду время именно, во сколько стоит подтягиваться? С 12 часов открываются все площадки праздничные, во всех парках и на площадях. Поэтому, пожалуйста. До которого часа будет проходить программа, и главное действие, вот сжигание чучела, когда оно будет? В каждом парке масленицу будут сжигать в определенное время. Потому что это один из самых фантастических действий, что люди хотят везде попробовать и прийти посмотреть, как же все-таки это горит. Потому что, я знаю по своему парку, у нас все, кто приходит, они ведь пишут записочки, они хотят освободиться от чего-то плохого, от болезни, от каких-то плохих своих моментов житейских. И они это все прописывают, подкладывают в эту куклу, и оно потом сгорает. Вот хорошие традиции, люди верят в то, что все плохое уйдет, и вот все хорошее останется. И сжигаться она будет в 16.30. И все мероприятие у нас закончится в 18.00. Спасибо, Светлана Сергеевна. А я напоминаю, мы беседовали с директором загородного парка Светланы Мартыненко. Светлана Сергеевна.